Всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале! Добро пожаловать во вторую часть моих пустых баночек! Их до сих пор еще очень много осталось, поэтому давайте быстренько, наверное, приступим! Но, если вы еще не смотрели первую часть, советую вам, наверное, ее вначале посмотреть, а потом переходить сюда! Но, хозяин-барин! В общем, выбирайте сами! Первое, что хочу вам в этом видео показать, это вот такой вот мицеллярный очищающий гель от компании Garnier. Я с ним решила распрощаться. Он мне безбожно щипет кожу. Если первый раз глаза у меня щипал, то сейчас он мне даже кожу щипет. Я не знаю, с чем это связано. И достаточно обидно, конечно, что целый вот такой вот, да, как бы бутыль приходится выбрасывать. Здесь 200 мл для всех типов кожи, даже чувствительной. Но с этим бы я поспорила. Снимает макияж, очищает и успокаивает. Требует смывания для лица, глаз и губ. Бережная формула, без отдушек. Дерматологически и офтальмологически протестирована. Ну, не знаю, если смотрели мое видео с моей рутиной по уходу за лицом, то там я пробовала это в первый раз, прям на камеру, и глаза у меня чуть не вылезли из орбит. Поэтому не знаю, куда офтальмологи смотрели. Ну, да ладно. Так. Как его использовать? Нанесите на влажную кожу лица, вспейте гель с небольшим количеством воды и слегка помассируйте круговыми движениями, уделяя особое внимание областям вокруг губ и глаз. Ну, нет. Во-первых, у него кисло-горький вкус такой. Мне не понравился. К сожалению, он мне не подошел. Я люблю периодически пользоваться обычными какими-то гелями для дополнительного освежения лица. По утрам хорошо такими тоже пользоваться, слабенькими, да. Но вот с этим почему-то у меня не срослось. Если вы пользовались, расскажите, как вам. И также, как вам мицеллярная вода. Вообще, когда я прочитала мицеллярный очищающий гель, я подумала, что это такой же гель, как у L'Oreal есть. Знаете, такой в маленькой баночке гель. Он очень классный. Он мне очень понравился. Но ничего общего с этим абсолютно нет. Также от чистой линии выбрасываю вот такой вот бальзам. Взяла его в ОК. По скидке, по-моему, он стоил 50 рублей. Мне показалось, что я слышала хороший отзыв про него. Я уверена, что вряд ли кто-то про него сказал хороший отзыв. Потому что он абсолютно ничего не делает с волосами. Вот прям ноль. И он очень жидкий. Он как бы с волос сразу скатывается. Ну, не знаю. 230 мл. Березовый бальзамополаскиватель. 80% березового отвара для всей семьи. Ежедневный уход. Сила от корней для всех типов волос. Ну, знаете что? Нет, наверное, я скажу так. Если волосы в хорошем очень состоянии, если вы их не красите, если вы не нуждаетесь в дополнительном восстановлении, увлажнении и всех вот этих аспектах, то он вам поможет. То есть, да, он ничего особо-то и не сделает, но, скорее всего, может, придаст какой-то блеск, будет легче расчесывать. Но, опять же, повторяюсь, если волосы у вас в отличном состоянии. И я не пробовала так, но даже желания особо нет. У меня есть скрапива еще такой в ванной. Надо будет попробовать. Когда... Я заметила, когда моешь голову вот вниз, да, головой, то есть, волосы внизу болтаются, тогда практически все бальзамы работают на ура. Не знаю, почему. Прям хоть не расчесывая. Прям волосы все волосинки, как волосинки получаются. Вы это замечали? Тоже? Расскажите. Так, Фаберлик. Оранжерей, ирис и папоротник. Мерзопакостный просто какой-то аромат. Он мне абсолютно не понравился. Здесь 100 мл. Это молочко для тела. И я с ним прощаюсь. Не открывать не буду ничего. Это самый отвратительный продукт, который я пробовала за достаточно долгое время. Ну, и он как водичка. То есть, если вы ищете от него, если вы думаете, что он будет вам что-то увлажнять, напитывать кожу, то нет, конечно. Это вообще к нему не относится. Он прям действительно как вода такая белая. Дальше. У меня видео о заказе из Фаберлика даже есть. Я показывала. Делала тест-драйв. Дальше закончился вот такой вот. Закончилась мыло. От Эвраше. Я сюда наливала Дольч Милк еще потом. Ну, как, чтобы помпа была. Это у нас клюква и миндаль. Миндаль. Здесь 190 мл. Новогодняя, да. Вот эта лимитка. Несколько там видов было. Мне понравилось. Мне нравятся, конечно, эти мыло для рук и вообще вот эти все новогодние серии. Но когда они по скидкам. Считаю, что дорогова, это выходит для такого объема и для такого расхода. Расход у них не маленький. Как-то вот так. Ну, в общем, я не могу сказать, что прям вау. Да? Нет. Ну, обычное мыло. Приятно пахнет. Хорошо бьюти-блендер очищает, если что. Дальше. Mayway Cosmetics. Lemon and Mint. Это у нас лимон и мята. Жидкое крем-мыло. Крем-мыло, жидкое лимон и мята. Mayway, крем-мыло. Тут везде одно и то же написано. Вы чего? Способ применения тоже написано. Если вы не знали, то нужно мочить руки, потом взять немного продуктов, спинить это все дело и потом тщательно смыть водой. Здесь 470 мл. Я думаю, что мама покупала это в фикс-прайсе. Не уверена, но, скорее всего, так. Хорошее мыло, на самом деле. Приятный аромат. И он, знаете, чем пахнет? Каким-то лимонным пирогом. Вот. Мне понравилось. Мы пользовались с большим удовольствием. И если, не знаю, ну, если она купит еще, то будем еще пользоваться. Так, дальше вот такой лосьон, как явность. Тоже практически закончился. Но у него запах изменился. Здесь у нас сколько? 50 мл. Очень хорошая вещь. Особенно, если вкупе с духами использовать. У мужа, у моего подошли... Подошел к концу вот такой вот парфюм. Это Paco Rabanne. One Million. Классика. Мне кажется, больше, чем половина жителей земного шара обожают этот аромат. Он роскошный. Он такой, знаете, теплый, мужской, согревающий. Я обожаю его. Я ему дарила этот аромат. И вот он закончился. Нужно ему еще. Конечно, я обожаю, когда от мужчин пахнет именно вот этим ароматом. Он роскошный. С ним... И он очень-очень-очень стойкий. Поэтому расход у него абсолютно минимальный. Так, дальше у меня закончился вот такой вот крем смягчающий для ног. Лебутон, ирис, и масло... Ирис и масло швей. Очень приятный аромат, кстати. 75 миллилитров. Хорошо увлажняет ножки. То есть, все супер. Ну, ничего, конечно, такого грандиозного. Но все равно хороший продукт. Дальше. Miracle Touch от Max Factor. Возлагала вот прям большие надежды. Но, честно скажу, не нравится мне, как он лежит все-таки на лице. Мне не нравится, как он подчеркивает все недостатки абсолютно. И, ну, не знаю. Игра не стоит свеч. Я люблю делать макияж свой. Если я его делаю прям тщательно, досконально. И вот эти вот всякие там косяки мне абсолютно не нужны. У меня двое детей. Я хочу сделать себе лицо и все. И жить спокойно, да. А не ходить без конца, поправлять что-то. Blur and nourish. Это значит, ну, он скрывает как бы поры, все недостатки. Но, что увидела я, это то, что он все подчеркивает, что как будто бы у тебя лицо под лупой. Вот смотришь, просто ужасно. Но аромат очень приятный. Пахнет какими-то печеньками. Почему-то, не знаю. Дальше вот такой вот тональный крем от Evroche. Вот так, так, так. А тут даже ничего не написано у нас по-русски, да. Я скажу просто то, что я вижу. Recontour Comfort Radiance. Придает сияние. Он очень комфортный на лице. Его не ощущаешь, да. Его наносишь, и он как в пудру, что ли, превращается. Очень хорошо скрывает недостатки все. Очень классный продукт. Здесь 30 миллилитров. Расход тоже маленький. Это у нас оттенок Beige. Просто 200. Но на чуть-чуть под загорелую кожу он, конечно, подойдет больше. Дальше также от Evroche. Вот такая сыворотка для кончиков волос сеченых. Приятная вещь. Пользовались ей очень-очень редко, но метко. Хорошо она, конечно, увлажняет, но главное не переборщить. Иначе будут сосульки. Это 100% Nutrition у нас. Да-да. Ну, вот так вот оно выглядит все дело. У Evroche, конечно, есть достойные продукты. Что скрывать? Молодцы. Также вот такая вот мицеллярная вода. Пробничек закончился. Очень хорошая. Понравилась. У нас есть уже полноразмерная версия. Отлично смывает макияж. Не щипет глаза, слава богу. И тоже отличный, замечательный продукт. Далее. От Clorance. Такой вот пробничек. От растяжек. Масло. Да, это у нас... Или что? Ну, это такой плотный-плотный крем, который очень хорошо распределяется по коже и который очень быстро впитывается. Мне он очень понравился. Приятный аромат. Кожа действительно становится бархатная такая. Приятная на ощупь. Но по поводу растяжек я не знаю. У меня их нет и не было. И я бы не сказала, что один пробничек, конечно, меня защитил бы от растяжек. Я вообще не верю во все эти мифы. Растяжки это у нас ДНК. ДНК. Наследственное, в общем, это у нас. И открывать Америку даже не стоит. Далее выбрасываю я от Bobby Brown. Вот такое вот маслоочищающее. Как оно называется? Я забыла. Как же называется? Ну, масло гидрофильное. Вот. Здесь 30 миллилитров я распрощалась. С гидрофильными маслами. Потому что кожа у меня жирная. И это уж чересчур. Чересчур. Моя кожа не может с этим вообще жить и работать. К сожалению. Конечно, смывает косметику замечательно. Просто кожа очень мягкая. Но, как вы понимаете, если жирная кожа, то через 5 минут буквально у тебя просто там все плывет. Вот так. Некрасиво. Не знаю. Мне не понравилось. Дальше вот такие вот пробнички у меня. От Vela Elements закончились. Это маска их такая. Обновляющая маска. Что я с ними делала? Я мыла голову шампунем. Ну, в душе когда была, да. Выходила. Наносила это все дело на волосы. Заматывала в полотенце. И ходила так несколько часов. Очень понравился эффект. И потом, опять же, голову вниз, да. Смывала душем. Волосы прям напитанные. Действительно живые какие-то становились. Мне понравилось использовать эти маски именно вот таким образом. Потому что если нанести, подержать там 5-10 минут и смыть, то особо ничего и не увидишь. Никакого результата. Дальше вот такие вот 3 масочки у меня закончились. Боже мой. Как бы их показать? Вот так. Видела вчера их в подружке и даже подумала купить. Но у меня еще много таких пробников. Поэтому пока подожду. У нас это мгновенная укрепляющая маска. Ну и питательная, да. Так. Экстракт шелка и масло миндаля. Что-то я себе про миндаль. Прям не могу никак высказать. То же самое я делаю с этой маской, что и с теми. Мою голову тщательно и потом наношу и хожу с ними. Такая вся с удовольствием. Волосы после вот этой маски невероятно блестящие. Они прям переливаются на солнце. Просто класс и супер. На самом деле можно было бы, наверное, попробовать всю серию. Знаю, что в подружке есть. Так что если хотите попробовать, бегите в подружку. Особенно если у вас еще скидочки всякие есть. Так. Банакур Оил Миракл. В общем, несколько таких использовала. Но что-то не вижу. Отличный-отличный шампунчик. Отлично очищает волосы. У него очень мягкая такая пена. И ее постоянно очень много. Приятный аромат. Он мне понравился. Но опять же, из-за того, что у меня слишком много продуктов для волос, я пока повторяю... Ну, как бы покупать полноразмерную версию точно не буду. Блондмия. Кератиновое восстановление. Это тоже шампунь. Попадался тоже в коробочке для блондинок. Но я не вижу ничего плохого в том, что я его использовала. Так как для блондинок обычно делают самые сильные шампуни в плане восстановления. Я не ошиблась. То есть, действительно, потрясающий, потрясающий шампунчик. И тоже вот этот приятный косметический аромат. Я все-таки, наверное, приверженец того, что косметика для волос, когда она пахнет действительно так роскошно, профессионально, это доставляет гораздо больше удовольствия, чем обычные какие-то шампуни, типа Джон Фрида и масс-маркет. Не знаю. Вот для меня это важно. Для меня это как-то... Мне хочется, чтобы мои волосы пахли именно вот так. Поэтому 5 с плюсом. Также вот такая серия. Прошу прощения, очень плохо выглядит, но лежала долго просто в ванной. Тоже блондмия, тоже шварцкоп. Здесь и маска, и шампунь. Классно. Тоже это у нас, кстати, кератиновое восстановление. Я так понимаю, просто они упаковочки немного изменили. Маме моей очень понравилось. Она этим пользовалась. Сказала, что маска особенно очень хорошо работает с волосами. То, что действительно они становятся мягче. Ну, так как она блондинка, да, она высветляет волосы. И, конечно, если она увидела эффект, то значит он действительно там был. Далее от компании Avon. Мой любимый скраб мятный. Это Clear Skin Pore Penetrating. Значит, ну да, очень сильное очищение пор. Ну и да, да, да. Предупреждаю сразу. Холодок будет знатненький. Такой, как будто бы вы свое лицо опустили, запихнули куда-то в морозилку. Будьте к этому готовы. Но очищает лицо просто потрясающе. Все поры тоже. Частички отшлифованы. То есть, минимальный вред вашей коже. Но да, вау. И бюджетная. Это абсолютный аналог скраба для лица от компании Estee Lauder, который, к сожалению, сняли с производства. Не знаю по какой причине, но это абсолютно один и тот же продукт. Вот честно. Уж сколько я Estee Lauder пользовалась, я когда попробовала именно этот скраб, я удивилась. Действительно удивилась. Дальше это у нас Wella Professionals. Тоже шампунь для волос, но это мужская серия для чувствительной кожи головы. Отличный шампунчик. Очень приятный мужской такой аромат. Хорошо промывает, перхоть не вызывает. Ну, в общем, что еще мужикам нужно от шампуня? Ничего. Ну, как-то вот так. Дальше вот такое вот разочарование у меня. Это Estee Lauder полный. Это и и крем их. Очень. SPF 30 тут. Вы знаете, судя по комментариям, там, да, отзывам, просто невероятное средство. И тон лица выравнивает, и поры скрывает, и блеск не дает. И вот прям, ну все. Не лицо, а сказка. Фарфоровая куколка должна получиться. Наносишь на лицо, и он у тебя просто стекает, как жир тоже. Я не знаю вообще, как так. Я очень уважаю и люблю компанию Estee Lauder. Знакома с ней много лет, очень много ее продукции. Но вот это первый продукт, который меня просто в какой-то шок привел. Не знаю, у меня это 0,1 light, и написано, что для всех типов кожи утром наносишь, и весь день вот ходишь, да. То есть это такой продукт, что утром нанес, просто освежится, да. И все. Ну, нет. Не знаю, до вечера он точно не доживет. Дай бог там час один выдержать. Выбрасываю крем для век. Вербена от Faberlic. Попробовала крем дневной и ночной. На тело причем не очень мне понравился. И как-то вот лежит он лежит. Некому мне его отдать, поэтому, не знаю, 15 миллилитров омолаживающий питательный крем с новой формулой. Вельветовая, ну, типа бархатистая кожа должна быть после него. Не знаю, я этого особо не заметила. Пользуюсь сейчас тоже кремом для глаз от Estee Lauder. Дальше, моя любовь, мой фаворит. Я обожаю этот продукт. Вот именно так же, как я обожала скраб имбирный от Эко-лаборатории, так вот и сейчас вот это. Скраб кофейный с маслом апельсина, по-моему, да. Скраб для тела, кофе и апельсин, свежести, тонус. Выравнивает микрорельеф кожи, повышает тугор, тугор, не знаю. Придает коже красивый оттенок, дарит прекрасный аромат, оказывает антицеллюлитное действие, напитывает кожу, делает ее красивой, мягкой, просто потрясающей. Это потрясающий скраб, это самый лучший скраб, который я когда-либо пробовала. Я вас очень-очень прошу пойти в магазин и купить и попробовать. Мне, я этот пакетик использовала один раз, да, на один раз, но его можно, конечно, растянуть на два раза абсолютно спокойно. Я попробовала его на ноги и так хоп-хоп-хоп, все как в тумане, и тут я уже вижу, что я вся в этом скрабе стою, и, да, и он закончился. Он нереально, он потрясающий, и кожа после него, ну, действительно, но она настолько мягкая, она настолько чистая, она напитанная, и после него не нужно использовать никакие лосьоны, что тоже для меня немаловажно. Далее от Ситуа маска, для проблемной кожи лица, с маслом чайного дерева и фитокомплексом 5 трав, успокаивает и восстанавливает кожу лица. Она действительно успокаивает кожу, она мне очень даже понравилась. Делала ее после скраба как раз, и даже покраснение ушло, то есть масочка стоящая, действительно могу посоветовать ее. Далее вот такая вот кофейная маска у меня закончилась, ну, использовала я ее, да, это АПЕО, все это Корея у нас, с молочными протеинами, так, 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 ну, она увлажняет, обеспечивает влагой кожу, сухую и шелушащуюся. Конечно, с моей жирной кожей переборчик небольшой, но мне понравился все равно эффект, кожа действительно тоже мягкая, она такая напитанная. Все-таки вот есть что-то в этих тканевых масках, что они действительно напитывают кожу. Пусть эффект долго не держится, но можно хоть каждый день их делать, мне кажется, плохо от этого точно никому не будет. Мне понравилось, хочу попробовать еще другие масочки из этой серии. Также две черные маски у меня закончились от Шизельдо, часто вам говорила, хорошо очищают, действительно просто суперские. Не буду на нее долго останавливаться. От Cool Hair, кератиновое домашнее такое выпрямление, масочка. Здоровая кожа, блеск и сила волос, восстановление и разглаживание, 15 мл. Есть полная серия такая, можно в интернете заказать, купить. Вот если пользоваться полной серией, то, скорее всего, эффект будет гораздо больше. Так, ну, не знаю, ну, как бы хорошая маска для волос просто. И все, ничего такого сверхъестественного я точно не увидела. Так, ну что, я думаю, что у нас будет все-таки третья часть пустых баночек, потому что у меня здесь еще полно всего. Так что, не забывайте писать комментарии, конечно же, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, если вдруг пропускаете мои видео, по какой-то причине знаю, что есть какие-то глюки у YouTube, и все блогеры об этом говорят. Ну, а я что, левая, что ли? Я тоже об этом скажу. Вот, ну и все. Третья часть тоже выйдет сегодня. Так что ждите. Всем хорошего дня. Пока.